Жители Иракского Эль-Кьяра ликуют. Правительственные вооруженные силы установили полный контроль над городом на севере страны. Этот населенный пункт был освобожден от боевиков ИГИЛ в минувший четверг. Однако до сих пор там происходят перестрелки с остатками террористов. Бои за Эль-Кьяра продолжались около двух недель. Все это время в городе оставались несколько тысяч мирных жителей. Террористы ИГИЛ оставили после себя разруху и смертельные подарки улицы, начиненные минами и взрывными устройствами. Саперы и силы безопасности сейчас приступают к обезвреживанию городских кварталов. Как вы видите, город Каяра теперь в полной безопасности. Мы пытаемся помочь работе экстренных служб и просим жителей сотрудничать с нами. Немного терпения и с Божьей помощью в ближайшие дни жизнь вернется в Каяру. ИГИЛ не представляет никакую религию. Они не представляют вообще никого. Они сбежали. Они убивали людей, разрушали все вокруг. Они уничтожали людей и их души. Мы молимся Богу, чтобы это стало просто черной тучей, которая наконец рассеялась. Из Божьей помощи мы вновь станем все братьями, рука к руке, как было раньше. А силы безопасности должны помочь обессиленным, потому что мы действительно страдали. Одноименную стратегическую авиабазу Эль-Каяра рядом с городом освободили еще в июле. Район станет основным пландармом для операции по освобождению Масула, расположенного в 60 километрах. Это административный центр провинции Найаба. Боевики ИГИЛ считают ее своей столицей в Ираке. Террористы удерживают его уже более двух лет. По оценкам военных специалистов, в городе могут сейчас находиться до 10 тысяч боевиков. Редактор субтитров А.Семкин